и всем привет ребят с моим старбанки сегодня записываю новый ролик сегодняшний видео ролик посвящен игровой тематике и сегодня у нас стартовал новый челлендж сегодня мы будем тестировать то самое устройство которое в нем появилась а появилась устройство на шафт с лечением посмотрим насколько она актуальна насколько она интересно смотрится в матчмейкинги на сегодняшний день ну и я выскажу свое мнение стоит ли приобретать этот челлендж если вы его берете исключительно ради устройства но и вы непосредственно играете любите играть на этой замечательной пушки как шафт играть на шафте я буду конечно же на корпусе диктатор по моему мнению это самый актуальный корпус на сегодняшний день на котором можно играть с шафтом на лечение но и шафтом в принципе очень удобно играть на диктаторе но с лечением это немножко другая история ну и по дрону мы сегодня возьмем гипериона тот самый дрон который дает возможность постоянно иметь фул расходку плюс кулдаун аптечки 12 секунд бустер стал не актуален если бы бустер был бы как раньше то я бы наверное бы играл бы на бустер очки ну и по режиму что мы сегодня вместе с вами выборе выберем наверное таки было бы неплохо сыграть либо ctf либо регби либо вообще даже штурм но давайте сыграем обычную дефолтную ctf очку и постараемся на максимум реализовать эту замечательную комбинацию также хотелось бы сказать что на шафт сейчас не такое большое количество устройств есть интересных до для набора именно очков и для жесткого фарма но шафтом с лечением даже хиля просто своих тиммейтов у вас есть на постоянной основе возможность зарабатывать большое количество очков вопрос лишь только в том насколько это интересно и насколько вы будете в этом заинтересованы если вы играете например в команде party в пачке да в целом то это будет работать более эффективно и вы как бы уже можете коммунитет коммуницировать со своей командой и приносить этой команде большую пользу но если же боже что у меня за лаги происходит давайте быстро лучше перекликнем плюс у нас тоже сливная катка но если вы играете пола то нужно понимать что где-то ваша комбинация будет работать где-то эффективность ее будет не супер жесткая поэтому здесь уже нужно подстраиваться под свою команду стараться реализовывать максимум максимум своего вооружения плюс не забывать конечно же про то что на диктаторе у вас есть возможность дополнительная прожать и овердрайвы получения очков так нас запикивает на замечательную катку на вольфенштейн и вольфенштейн вообще супер пассивная карты где может быть у нас ничейный результат до конца боя при том что остается 8 минут постараемся выиграть постараемся поиграть на тиммейтов которые будут пытаться увозить флаг но и попутно если что будем еще и противничка уничтожать плюс если шо будем где-то саппортить то есть в чем плюс этого шафта то что здесь можно и попробовать где-то киллы на нем дать дополнительно да и где-то можно просто спокойненько знаете так на легенькой тихонечки на накидочки отыграть и тоже сделать плюсовую работу для своей команды так что как-то так будем сейчас пробовать и уничтожать и если что если кто-то будет вообще заходить с нашей команды в атаку то был игроков тоже саппортить но покуп походу пока что у нас особо тиммейты в атаку не двигаются соответственно здесь будет не все так супер круто как хилл хорошо вот так чисто на саппортинге отыгрываете даете х пашечку своим тиммейтом можно еще попытаться уйти он не успел ему дать хп можно еще попытаться конечно же ой промазал уничтожать тут и . у против резисты конечно потяжелее будет обезрезу вообще очень жестко даже с обычных тычек может залетать с этого замечательного шафта ну и у расходка на постоянной основе это тоже очень и очень полезная вещь так есть у нас овердрайв попытаемся сейчас по-быстрому раздать его и зайти вместе со своей командой увести этот флажочек так что тут очень много мин тут мин накидал ой-ой-ой-ой-ой-ой вичи какой-то 16 к нулю идет на арте дико арта и так понимаю а поэт у нас так хп тиммейт вот например мне 189 очков за один хилл я получил шесть опыта просто за одну тычку по тиммейту вы получаете 6 очков опыта это но если вы знаете играете чисто на хилинг вы на постоянной основе можете ну нормальную такую котлету зарабатывать просто схема да то есть но ничего здесь сложного нету вы просто нажимаете лишь одну кнопочку добавляете хилл своим тиммейтом ну и все у вас в этом плане должно получаться так еще было бы неплохо бы увести флаг пока что у нас с этим дела обстоят не очень хорошо и винс это жесткий у противника имеется мне еще плюшка довольно плотная залетает по танку противник пытается увозить но его здесь быстро за контрели но и наши тиммейты по большей части здесь вообще дефит дефит так пытаемся еще хилл дать то есть это грубо говоря грубо говоря шап с лечением это изида да только та изида которая может дать хп союзникам на большом расстоянии то есть вам не надо подъезжать в упор вам не надо играть близко там степами чтобы вы выдать какое-то количество хп да вы можете на супер большом расстоянии стоять накидывать урон и по противнику и хилить своих тиммейтов да и быть супер эффективным но понятное дело что в ctf и здесь если уж я хочу чтобы мы хотя бы попытались увести флаг меня чтобы хоть кто-то из моих тиммейтов поехал тоже в атаку и помог да то есть я могу например кого-то захилить и вместе попытаться увести но так чисто в соло сделать это будет крайне крайне сложно можно так чисто на саппортинге еще папашечку подавать если вы играете чисто на прибыль на то есть если вы даже не играете например на команду играете чисто на свое уп на свои очки то но это может быть сверх сверх актуальная вещь сверх жесткая рабочая темочка так это у нас тут молодые люди раздают а ну и диктатор теперь с шафтом на лечением он менее эффективен я совсем забыл то что у нас теперь уже критов нету у авто с лечением но все равно я считаю что этот корпус актуален и актуален по одной простой причине бомбочка залетела неприятная актуален по одной простой причине вы за счет прожать и овердрайва даете криты своим тиммейтом плюс получаете довольно неплохое количество очков за прожатый овердрайв соответственно вы уже хоть и играете чисто на хил да вы зарабатываете еще дополнительные очки с корпуса также можно по идее использовать того же там викинга либо паладина но я не знаю мне почему-то вот с диктатором с шафтом более как-то комфортно что ли выглядит это все дело ну и мне лично нравится как это работает так пытаемся сейчас выдать плюшку какую-то контента вы если под нас пикнет этот шафт нет он не пикает давайте попытаемся подсаппортить сразу тиммейта который уже флаг увозит страховочку и сделаем контента вы еще и если выиграем катку будет просто супер великолепно так что сыграем до конца с ним увозит есть но в пачке аккуратно 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 сейчас главное лак так не профукать мне еще и скидочку красивую оформляют вообще бомбически за две минуты до конца че если мы сейчас проведем по счету то будет вообще супер можно даже сыграть более пассивно если что отдыхать твою базу прожимаем часу вердрайв и мы этом раздаем криты если что может тоже купол прожать молодой да отлично прожимает но и две минуты аккуратной игры должны нам приносить победу в этой замечательной катки попробуем оформить сводочку боляну против стрейфующего корпуса в упоре конечно попасть в сводки но к сожалению не так просто ну и плюс я конечно такой все шахтовод чтобы здесь такие выстрелы вам подать то пробуем забрать парочка планы уже забирают там прострелчик никакой не откроется не открывается слева два танка заходит аккуратненько попробуем их тоже забрать тиммейтом здесь никому хпшку не надо единственное только можно дать хп викингу который стоит на стенке у меня уже первое место по очкам уже первое место после доставки после того как я зашел в катку за 8 минут до конца то может быть лучше когда ты запикиваешься в катку столь поздно и у тебя еще сразу же ну и что открываться не будет паладин не хочет открываться я думал что паладин откроется ну паладина нету ладно просто разряжаемся и продолжаем аккуратно на пассиве чик просто полный full пассив да то есть без никаких активностей нас счет устраивает победочка говорится почти в кармане поэтому можно спокойно постоять по дефать свою базочку и без никаких проблем снять сливки с этой замечательной катки паладинчик еще один залетает переоделся за 15 секунд до конца тот самый дико магнум который стоял дефе но к сожалению это уже было поздно и мы эту каточку вместе с вами выигрываем и даже противник открываться сюда не будет как то так друзья как то так как то так все максимально просто то есть здесь вам не нужно иметь каких-то сверхспособностей чтобы реализовывать это вооружение даже я бы сказал не нужно уметь там на шафте попадать в прицеле ваша задача играть просто аркадным режимом или тиммейтов саппортить команду но и диктатор овердрайв вжимать на дополнительные очки супер фарма супер легко и эффективно поэтому если вы заинтересованы в этом устройстве вам нравится пушка шафт то обязательно его приобретаете если пушка не нравится если желание у вас прям суперского катать на шафте нету то наверное этого делать не стоит хотя устройство с точки зрения набора очков и фарма вашего да она супер актуально да то есть на нем можно на постоянной основе зарабатывать безумно большое количество кристаллов и постоянно занимать конечно же первые места в боях поэтому решать уже вам пишите что вы думаете по поводу шафта с лечением нравится ли вам это устройство или нет каким вы его для себя видите согласно ли вы с моей точки зрения или нет поддерживать видос лайком подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны нажимайте на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики но и также не забывайте про так создателя контента который находится в настройках игры в аккаунте кем и личный так это так темп устанавливаете его поддерживаете меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30000 танкой но вся информация по поводу розыгрыша есть в описании у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока